МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Пенсионеры, достигшие 80 лет, будут уже в этом году получать пенсию на 5 686 рублей больше. Как заявили в ПФР, выплата была проиндексирована с января. Чтобы пенсия стала больше при достижении 80-летия, жителям никаких заявлений подавать не нужно. Прибавка начисляется автоматически и выплачиваться будет со следующего месяца после достижения 80 лет. В этом году семьи с детьми получили беспрецедентные меры поддержки, которые российские власти разработали в условиях пандемии коронавируса. Дополнительные выплаты охватили несколько десятков миллионов человек по всей стране, а порядок их получения значительно упростили. Тему продолжит Алена Гафарова. Юлия Ибрагимова – многодетная мама. С супругом Расулом они воспитывают четырех детей. Старшей Анастасии 10 лет, а младшему Амиру недавно исполнилось два года. Семья Ибрагимовых из числа малоимущих. Таким семьям многодетным с доходами ниже прожиточного минимума меры поддержки оказывают комплексно. Девушка рассказывает, что ежемесячно получает пособие на одного ребенка до трех лет и на двоих с трех до семи. Семье компенсируют расходы за коммунальные услуги и детский сад. Ученицам оплачивают проездные билеты на автобус. А в июле на школьные принадлежности к первому сентября получили дополнительные выплаты. Этим летом двоим детям выделили путевки на отдых и оздоровление на Черном море. Все расходы взял на себя округ. Дважды семья обращалась в соцзащиту за адресной помощью. Кроме этого, у Юли есть право на федеральный и региональный материнский капитал. Я вот, например, когда родилась четвертого ребенка, я пришла в Центр социальной защиты, еще не было тогда эпидемии. Я спросила, какие выплаты, какие люготы полагаются. Мне все объяснили, рассказали, сказали, какие документы собрать. Все собрала, сдала и очень быстро перечислили деньги. Конечно, это хорошая помощь и поддержка для многодетных семей. Тем, что нету таких проблем, чтобы ребенка в школу собрать, в садик собрать. Мы, то, что нам выплатили деньги на рождение четвертого ребенка, мы купили коляску, ходунки, качели. Вот все, что необходимо для ребенка. Ну, очень хорошая поддержка вышла. Специалисты Управления соцзащиты в период пандемии коронавируса перешли на особый режим работы. Личный прием граждан приостановили, а консультацию можно получить по телефону. По ряду выплат документы принимают в МФЦ по предварительной записи, но можно воспользоваться и альтернативными способами. Можно воспользоваться порталом государственных услуг или направить документы на адрес электронной почты управления или обычным почтовым отправлением. Кроме того, можно документы положить в специальный ящик, который расположен при входе в здание управления. До 1 октября семьи с детьми через портал Госуслуг могут подать заявление на меры поддержки, введенные в период пандемии коронавируса. Кстати, здесь же можно ознакомиться с порядком их начисления и выплат. Всего их три. С апреля по июнь на каждого ребенка до трех лет полагается выплата 5000 рублей. В июне на детей от 3 до 16 лет в размере 10 тысяч рублей. В июле меры поддержки расширили. На основании ранее поданных заявлений семьям с детьми до 16 лет выплачивают еще по 10 тысяч рублей. Сейчас намного легче получить все эти выплаты. Не выходя из дома, можно через портал Госуслуг. Я вот все выплаты оформляю и получаю. Очень удобно так. Муравленковцы, у которых нет доступа в интернет, могут записаться на прием в пенсионный фонд и воспользоваться там гостевым компьютером. Специалисты окажут всю необходимую помощь, однако при себе следует иметь маску и перчатки. Алена Гафарова, Андрей Нагибин. Новости Муравленка. На Ямале проводится обследование маршрутов детей для выявления потенциально опасных участков на пути в образовательные учреждения. Такую работу проведут в рамках всероссийского мониторинга ОНФ «Дорога в школу» с 7 по 21 августа. Активисты ОНФ просят ямальцев сообщать об опасных участках на пути ребенка по почте или в официальных группах регионального отделения Народного фронта в соцсетях. Помимо опасных переходов, школьник может столкнуться с другими угрозами жизни и здоровью, например, заброшенными стройками или открытыми канализационными люками. По итогам мониторинга специалисты составят реестр потенциально опасных участков и сформируют предложение по разработке и принятию мер. Жильцы дома 68 на улице Ленина пытаются добиться решения своих проблем у коммунальщиков. По словам жителей, управляющая компания на жалобу не отреагировала. Поэтому пришлось обратиться в школу грамотного потребителя. В ситуации разбиралась Татьяна Козырь. Дина Гологоза живет в этом доме более 30 лет. Говорит, в подъездах всегда было сухо и чисто. А в последние два года периодически стал появляться запах канализации. Но самой большой бедой дома она считает недобросовестное обслуживание со стороны управляющей компании. На заявки реагируют несвоевременно, отрабатывают некачественно. Там вообще фекалий стоит подальше по подвалу. Старый разлив. Вот, старый разлив. Извините, а старый разлив не надо убирать? Нет. Я ни при чем не. В нашем доме, начиная где-то с 9 августа, стоит ужасный запах канализации. На сегодняшний день в присутствии комиссии, комиссия может этот запах подтвердить. В подвале находятся канализационные отходы. И эта проблема не решена. Представители управляющей компании утверждают, эту заявку отработали в тот же день. Сантехники говорят, во всем виноваты сами жильцы, которые то и дело засоряют канализацию крупными отходами. Канализация была забита, ее прочистили. В дальнейшем сантехники собираются там все дезинфицировать, обрабатывать, все вычищать. Такие ответы жительницу дома не устроили, ведь запах септика присутствует до сих пор. За помощью женщина обратилась в школу грамотного потребителя. Участники регионального партийного проекта выехали на место, обследовали подвальное помещение. Увидели, что были все-таки разливы фекалий и канализационных стоков. Соответственно, они сопровождаются либо грунтовыми водами, либо дождевыми, которые попали в подвал. Тем самым, создавая при этом сырость в подвале, запах канализации. Это помещение подвальное необходимо рекультивировать от запахов и предпринять меры по откачке сточных вод. Устранить все замечания управляющая компания обязана в течение двух недель. Затем партийцы проведут повторный рейд. Тем временем, больше месяца женщина пытается решить еще одну проблему. Говорит, из-за постоянной сырости в подвале в ее квартире появилась плесень и мокнут обои. Заявку в управляющую компанию она подала еще 7 июля, но до сегодняшнего дня там так и не отреагировали на жалобу. Только после вмешательства журналистов представитель городского хозяйства вместе с жилищным инспектором приехали на адрес, но прокомментировать ситуацию отказались. По словам женщины жилищно-коммунальной услуги, она оплачивает своевременно и намерена добиваться решения своих жилищных проблем. Татьяна Козырь, Сергей Лукович, Новости Муравленко. На Ямале за сутки выявили 91 новый случай коронавирусной инфекции, 68 в городах и поселках округа, в том числе 2 в Муравленко и 23 случая среди вахтовых рабочих на месторождениях. По данным оперативного штаба Ямала, в первых строчках по числу вновь заболевших три столицы округа. В Новом Уренгое выявлено 26 ковид-положительных пациентов, в Ноябрьске 15, в Салихарде 7. По несколько случаев заражения зафиксированы еще в 10 поселениях. Все меньше больных нуждается в стационарном лечении. Сегодня в округе болеют почти 900 человек, третий из них госпитализированы. Состояние 11 больных врачи оценивают как тяжелое. Одного как крайне тяжелое 6 человек находятся на поддержке аппаратов ИВЛ. За сутки в округе выздоровело 49 человек. Вместо литературы и конспектов, битые бутылки, окурки и не только. Здание бывшего филиала Тюменского индустриального университета давно превратилось в огромную проблему для города. Кроме того, заброшенную постройку облюбовали для прогулок подростки. Ирина Бугрим расскажет подробнее. Когда-то это здание было местом притяжения молодых кадров. С 96-го года здесь изучали университетские дисциплины студенты филиала Тюменского индустриального университета. Теперь же заброшенное здание в центре повышенного внимания у местных властей. Причина тревожная. Подростки облюбовали его для прогулок и развлечений. О том, что здесь когда-то находился дом студенческих знаний, говорят лишь пыльные учебники и чьи-то зачетные книжки. Студентов здесь уже нет лет 10, но здание явно не пустует. Остатки пищи, окурки, бутылки из потолковой говорят о том, что совсем недавно здесь прошла вечеринка. В запущенном состоянии здание остается уже несколько лет. Единственная преграда – забор. Свою функцию уже не выполняет. Хотя даже на подступах к зданию понятно – находиться здесь опасно. Но, судя по всему, детей это не останавливает. При виде камер подростки торопятся скрыться. И неудивительно – вряд ли родители были бы в восторге от местонахождения своих детей. Протоптанная здесь дорожка говорит о том, что юные муравленковцы здесь – частые гости. Сотрудниками полиции, в частности патрульно-постовой службы нашего отдела, проводится патрулирование данного объекта. Они осуществляют обход, объезд, смотрят, есть ли посторонние на этом объекте или нет. Что касается повреждений стекол, также было разбирательство. И в настоящее время у нас административное производство возбуждено по этому поводу. То есть установление лиц, причастных к повреждению стекол. Общая площадь территории – более тысячи квадратных метров. Сейчас объект находится в собственности федеральной структуры – Росимущество. Местные власти продолжают решать вопрос о его передаче в пользование муниципалитету. Была идея привести его в порядок и адаптировать под шахматный клуб. Однако город получил отказ. Росимущество информирует о том, что по состоянию на 2020 год в планах по данному объекту включение его в прогнозный план по продаже, приватизации федерального имущества. А также прорабатывается вопрос по предоставлению этих объектов в аренду третьим лицам. Установлено законодательством в порядке. Но на текущий момент мы с вами ситуацию видим. Она неблагополучная и объект по-прежнему без надлежащего содержания. Такие локации скорее подошли бы для съемок фильма ужасов. Здание, брошенное на произвол судьбы, не только портит облик города. Оно постепенно разрушается и представляет реальную угрозу, поскольку становится местом притяжения подростков. Муниципальные власти давно бьют тревогу и на всех уровнях пытаются решить проблему. Знают об этом и в прокуратуре. В направленных запросах, когда придут уже ответы, будет установлен конкретный пользователь данных жилых помещений. Соответственно, будет направлена информация о принятии мер к либо ограничению доступа посторонних лиц на данные объекты, либо принятию иных мер по, предположим, реконструкции этих сооружений. Администрация гордо намерена в этом вопросе поставить точку. Однако главные пути дороги ведут в Росимущество. Не с первого раза, но мы дозвонились в Тюмень, где располагается учреждение, и получили однозначный ответ. Информация предоставляется только по официальному запросу. По времени не смогу сориентировать. Нет четких этих. Вообще обращение до 30 дней рассматриваю. Исправимся быстро. Редакция «Муравленко-24» уже направила в Росимущество официальный запрос о дальнейшей судьбе бесхозного здания. Пока же предпринимать что-либо, не имея на то оснований, органы местного самоуправления просто не вправе. Поэтому ответ на вопрос «снести или восстановить» очевидно станет известен позднее, после решения собственника строения. Обойдут ли трагедии это место стороной? Вопрос, на который пока нет ответа. Хотя и хочется верить, что сюда в связи с ЧП приезжать ни спасателям, ни полиции не придется. Тем не менее, именно родителям необходимо всегда знать, где проводят свое время их взрослеющие дети. Ирина Бугрим, Сергей Лукович, новости «Муравленко». Сотрудникам ликвидируемых предприятий теперь гарантированы выплаты. С сегодняшнего дня вступили в силу изменения в трудовой кодекс, который не позволит ликвидировать организацию раньше, чем она рассчитается с сотрудниками. Все выплаты, полагающиеся увольняемому работнику, должны быть произведены до завершения этой ликвидации. В первую очередь, это среднемесячный заработок и компенсации при увольнении. Затем, в течение еще двух месяцев, бывшим работникам ликвидируемой организации должны выплачивать среднемесячный заработок. Отсрочка платежа или льготная аренда. С начала пандемии несколько предпринимателей «Муравленко» получили поддержку по оплате аренды земельного участка. Как получить такую помощь и кто ей уже воспользовался? В сюжете Станислава Лельхова. Расслужун Ганиев занимается строительством и ремонтом жилых и нежилых помещений в Муравленко. Для хранения стройматериалов он арендовал производственную базу. Делали ремонт лицея, много из частных магазинов построили в городе. Свой вклад внесли хороший. До начала пандемии в небольшой строительной компании работали 10 человек. Сейчас работы нет, нет и дохода. Но за аренду земли платить надо. Благо в управлении муниципального имущества предложили отстрочку по арендной плате. Я обратился вот за такой помощью из-за этой пандемии. Либо мне убрать эту арендную стоимость, либо ее отсрочить. Отстрочка на аренду была инициативой федерального и окружного правительств. Ее поддержали и депутаты нашей городской думы. Досмотрены две меры поддержки, исходя из определенных правительственных регионов видов экономической деятельности. Первое – это предоставление отсрочки в выплате арендной платы на период с 1 марта 2020 года по 31 декабря текущего года. Далее арендная плата выплачивает в соответствии с условиями договоров о аренде в течение 2021 года. Но в следующем году предпринимателю придется возвращать полную стоимость аренды за этот год. Ну, конечно, было бы хорошо, чтобы ее на один рубль опустили, так как акведы у меня не подходят. Они мне на год их отсрочили. Сегодня в Муравленко пять предпринимателей заключили с УМИ договор на предоставление такой отсрочки. На нее, кстати, могут рассчитывать и арендодатели. Собственники объекта недвижимости, расположенные на земельном участке, имеющие договор аренды, в праве обратиться к нам и получить также отсрочку от арендной платы, если они дают отсрочку арендной платы арендаторам своим, которые находятся у них в здании. Еще 20 предпринимателям муниципалитет готов снизить арендную ставку до 1 рубля с 1 марта до конца года. Это еще одна мера поддержки предпринимателей в Муравленко. Они должны состоять именно в перечне, как федеральном, так и в окружном. Там определенный перечень акведов. Соответственно, они могут взять свою выписку с налоговой, просмотреть по акведам, куда у них попадает. Но если, допустим, вдруг по какой-то причине, может быть, им не подготовить документы, перепроверить, посмотреть. И если они обнаружат в себя тот же самый аквед, они вправе обратиться также к заявлению. Светлана Евдокимова уже воспользовалась этой льготой. У нее несколько точек общепита. Из-за пандемии предпринимателю уже четвертый месяц приходится работать только на доставку. По словам Светланы, новая мера поддержки ее бизнесу здорово помогла. Арендные платежи у нас ежеквартальные. Поэтому мы уже успели уплатить аренду за первый квартал 2020 года. Но эти деньги нам вернутся в счет будущих платежей 2021 года. Более подробную информацию по льготам для предпринимателей можно получить в Управлении муниципального имущества. Станислав Лельхов, Сергей Лукович, Новости Муравленка. Муравленковцы смогут открыть ИП и расчетный счет сразу и в одном месте. Агентство «Ямала. Мой бизнес» анонсировало новую услугу. Зарегистрировать ИП и сразу открыть счет будущие предприниматели могут в офисе агентства. Достаточно иметь паспорт, ИНН и СНИЛ с телефон и быть клиентом ПАО в Сбербанк в качестве физлица и знать данные для входа в Сбербанк онлайн. Налоговики зарегистрируют новое ИП через три дня. Финансовых затрат на открытие счета и регистрацию не требуется. В дополнение к этому начинающий коммерсант получит консультационную и образовательную поддержку от Центра поддержки предпринимательства округа, а также сможет узнать и воспользоваться финансовыми услугами фонда. В городе проходит выставка современного изобразительного искусства «Арт Ямал». В ней собраны наиболее яркие работы лучших художников округа. Тему продолжит Таисия Русия. Ставшая уже традиционная кружная выставка современного изобразительного искусства «Арт Ямал» в преддверии 90-летия округа проходит во всех муниципалитетах Ямала. Эта выставка «Арт Ямал» передвижная впервые. Ее сделали передвижной в честь 90-летия Ямала-Ненецкого автономного округа. До этого она экспонировалась все время в музее Шимановского в доме ремесел Ямала. «Морожка в минус 40» – такова тема этого года. В экспозиции представлены самые уникальные произведения художников Ямала. А это более 200 работ живописи, декоративно-прикладного творчества и графики. Все они об освоении Крайнего Севера и романтиках первопроходцах, которые не побоялись лютых морозов. Одну из самых запоминающихся работ специалисты музея называют картину муравленковской художницы Натальи Хабибовой «Ямальский колорит». Изюминка этой работы заключается в том, что была использована не только кисть художника, но и кисть самой природы. Передвижная выставка – это не только история округа, но и отражение современного Ямала об укладе жизни коренных народов и о завораживающей красоте северного края. Весь Ямал может присоединиться к нам в соцсети музея и смотреть эту выставку. Любителей прекрасного сотрудники музея приглашают познакомиться с работами ямальских мастеров в своей странице во Вконтакте до 20 августа. Именно там можно посмотреть видеоролики о лучших работах художников. Таисия Русия, Андрей Нагибин, Новости Муравленко. В законодательстве появились понятия корпоративного и любительского спорта. Теперь спортивные соревнования будут проводиться по массовым и любительским видам спорта. Это предполагает закон, который вступил в силу. Он направлен на исполнение поручений президента страны. Ожидается, что придание любительскому спорту правового статуса способствует его развитию и поможет вовлечь в систематические занятия физкультуры и спортом не менее 55% населения страны. Кроме того, в законодательство также ввели понятие «школьная спортивная лига». Это придаст импульс продвижению физкультуры среди подростков. Ямальцам предлагают нарисовать картину, отражающую изобилие летних ягод, растущих как на Ямале, так и в других регионах. Главный окружной музей имени Шимановского объявил конкурс, приуроченный ко дню малинового варенья. Чтобы стать его участником, нужно сделать фото своего рисунка и выложить в комментарии закрепленного поста на странице музея во Вконтакте. Итоги акции подведут 16 августа, где определят главного победителя. Приз от музея и первой ямальской чайной мануфактуры достанется автору рисунка, который наберет больше всех голосов. Это все новости на сегодня. Еще больше подробностей на нашем сайте. Муравленко, 24.ру Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова